здравствуйте друзья в эфире как обычно в это время по воскресеньям программа хорошее плохое зло ведущий совместно с максимом курниковым и александром котовым обсуждаем новости последней неделе но для начала нам нужно распределить нашу роли да здравствуйте всем давайте распределяться здравствуйте мне кажется он выучил уже какая карточка у меня сегодня злое настроение мне кажется что сегодня все хотят быть злыми а повезло мне а мне повезло на самом деле сегодня а я сегодня плох ну что давайте смотреть первую рубрику так эта новость моя на скандальном космодроме восточный поставит крест ну как бы не в переносном смысле в прямом поставит то есть там будет православный крест вот и наверное на въезде и наверное теперь когда с него будут стартовать будут включать не поехали аминь например так что вы скажете по этому поводу ребят хорошая сначала хорошая но я даже не знаю я как человек который отвергает всевозможные веры то есть я не придерживаясь какого-либо направления в этом смысле ну могу сказать что наверное это хорошо наверное хорошо когда что-то происходит и пусть даже на космодроме будет установлен крест вот православные поклонные то есть если вдруг говорят же что космонавты люди суеверные вот и суеверия веры все таки разные ну тем тем не менее да то есть большинство из них православные все таки наверное я так думаю самый известный православный космонавт юрий гагарин юрий гагарин да православный потом много техников работает опять же на космодроме да обслуживающего персонала которые тоже работают серьезными опасными штуками и в общем-то достаточно суеверны и стараются как бы заручиться поддержкой вот оттуда сверху я как злой все таки скажу что суеверия веры вещи не то чтобы разные а даже противостоящие друг другу по идее но я как злой знаете что скажу наверное наверное все правильно потому что видимо помните как в том анекдоте про автоваз место что ли проклято сколько мы не получаем новостей про этих про этот космодром они все вызывают либо улыбку либо смех либо слезы да но не вызывают гордости к сожалению потому что там то зарплату задержали то что-то своровали то студентов отправили которые на работу не вышли но вот хоть одна какая-то новость которую я надеюсь его не украдут потому что место действительно такое тяжелое вот будем так я наоборот я же надеюсь чтобы что его не украдут там и это хоть как-то может быть поможет этому космодром а мне кажется что сначала нужно все-таки достроить космодром а потом уже ставить крест иначе 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 все будут как раз вместе с крестом и космодром осветят все нормально достроит и осветят ну слава богу поехали дальше да вот господин онищенко заявил что ну это вообще шедевральная но онищенко это бывший главный санитарный врач сейчас он вот помощник представителя российского правительства заявил что отказ от госзакупок иностранных презервативов поможет улучшить демографическую ситуацию в стране ну я я не знаю как прокомментировать эту новость с хорошей стороны но наверное господин онищенко уверен что наши изделия номер два по моему если я не ошибаюсь да наши изделия номер два не настолько хороши и видимо не предоставляют ту самую защиту которая значит необходимо вот и это поможет действительно улучшить демографическую ситуацию стране с другой стороны мне кажется что господин онищенко зря забывает о том что презервативы влияют не только на демографическую ситуацию но еще и на здравоохранение нет он как раз сказал по этому поводу что здравоохранение здесь ни при чем потому что отсутствие презервативов заставит вас быть более осмотрительным при вступлении в половую связь ну как бы он он это об этом не забыл лишь на раз подумать лишь на раз подумаешь но тем не менее как бы никто не застрахован говорят что и отчего прости ни отчего от вступления или от последствий ни от чего не застрахован а я вот например сколько живу я вот в аптеках не замечал и потом сейчас расскажешь о своем опыте использования сколько живу я не замечал наших отечественных изделий откуда ты знаешь просто марки зарубежные это знаешь как 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 с автомобилем какие-то гусарские например дешевые какие-то просто во всех ларьках просто одно время просто они фигурировали ну что это плохо что плохого-то но если не будет иностранных презервативов я почему-то за качество нашей продукции я не уверен вы знаете я скажу по настоящему по злому причем наверное впервые по злому и к вам в том числе мои друзья мне кажется что ониченко провернул талантливую спецоперацию по отвлечению внимания потому что в этом самом списке кроме презервативов причем не для воза в страну для закупок госучреждениями есть гораздо более серьезные важные вещи например сердечные клапаны а например катетеры например зарубежные иголки например специальные эти вещи для больных у которых проблемы с глюкозой да и об этом практически никто не говорит потому что все услышали ониченко про презервативы и ха ха хи хи эта тема да превратилась во что-то смешное на самом деле это какая трагедия серьезная и что-то мне почему-то подсказывает что и сама ониченко и те люди которые принимали эти решения где-нибудь да найдут зарубежные а мы с вами будем вот тыкаться об наше отечественное едем дальше по злому да извините Извините, без презервативов Причем будут тыкаться Поехали дальше Это набор картинок, который посвящен санкциям Я вот сегодня такую подборку сделал Как знал, что буду злым Это вот видите, таможенник Предлагает Вороне отдать кусочек сыра Для того, чтобы сжечь Еще одна картинка Это называется Вовка сжигает санкционные продукты По-моему гениально Новое прочтение знаменитого советского мультфильма Тут, в общем, комментарии лишние не нужны Ну и напоследок Это Татьяна Навка Теперь уже официальная жена Тогда еще слухи ходили А теперь уже официальная жена господина Пескова Если кто не знает, это тот, у которого часы Часодаритель Так вот, Татьяна Она пишет в своем инстаграме Такая социальная сеть, если кто-то не знает Пользуясь случаем, закупила на рождественской ярмарке Запрещенную для импорта в Россию сырную И колбасную продукцию бедных французских Производителей Вот какая она миленькая Она, наверное, там ее и съела Я не знаю, где она съела Я думаю, она ее завозила А завозила, я думаю Это просто вопрос о том Как питаются те, кто запрещают питаться нам Ну, это так вот, в общем, коротко Все это, конечно, очень всколыхнуло Не только меня, но и многих моих знакомых Даже тех, кто был далек от политики Ну, в общем-то И поэтому я даже не знаю, что можно хорошего найти Ну, наверное, можно найти только одно хорошее Как заявил наш министр сельского хозяйства Господин Ткачев Он сказал, что Ну, это всемирная, в общем, мировая практика Поэтому, собственно говоря, мы ничего нового не придумали Вот Давили, сжигали И будем давить и сжигать, собственно Помните, я бы что-то вспомнил Душили, душили Да, да, я тоже вспомнил собачье сердце Мы этих котов душили Душили, душили В общем, мы будем душить И как бы вариантов других То есть, где-то у России особый путь А где-то мы, в общем, придерживаемся общей мировой практики Ну, теме уничтожения санкционных продуктов В частности, посвящен наш первый сюжет Который я предлагаю нам посмотреть Отлично Впереди планеты всей Оренбург одним из первых в России На деле поддержал практику уничтожения санкционных товаров На этой неделе под каток отправились 20 тонн латвийского сыра Который на территорию страны пытались везти через Оренбургский участок границы Кстати, задержали товар еще в начале недели Потом долго думали, что с ним делать И, наконец, решили уничтожить Причем с особой жестокостью Не оставив никому шансов поживиться заграничным деликатесом Зрелище печальное Это на фоне существующей петиции В которой 150 тысяч человек Высказались за то, чтобы передавать санкционные продукты нуждающимся В общем, ждем чем еще из заморских яств Удобрится Оренбургская свалка в следующий раз Я единственное хорошее во всем этом сейчас могу найти Сыр? Ну, уже найти... Нет, сыр я уже найти не могу Я могу тебе посреди его найти, я вчера присутствовал Что там от него осталось только? Ну да, да Вот Во всем этом хорошее только одно Мужик сказал, мужик сделал Понимаешь? То есть, сказал, будем давить танками практически И, собственно говоря, не прошло и там пара дней И вот, пожалуйста, люди на местах отреагировали Взяли, так сказать, под козырек, что называется И все сделали правильно Мне вот непонятно, ну что, так хорошо жить стали Что можем позволить себе уничтожить 20 тонн сыра Вот Это только у нас 20 тонн А по стране это говорят Сколько еще будет уничтожено? Потому что я думаю, что ввозить все равно будут И будут изымать Вот, как я вот говорил, кстати, в сюжете 150 тысяч человек написали петицию Ну, 150 тысяч – это цифра большая Это, я думаю, здравомыслящие люди Вот Но неужели нельзя было этот сыр там Как-то по-тихому раздать там По детским домам или еще куда-то Не понимаю Это выглядит, вот знаете, как костры инквизиции какие-то Ну, я могу сказать, что был вчера там на этом месте И, честно говоря, успел поговорить с трактористом Который это дело уничтожал Так вот, тракторист Психолога потом узнают На полном серьезе Мне кажется, ему помощь психолога понадобится Потому что он реально чуть не плакал Он говорил, что у нас в скотине там есть нечего Да, у нас этот год неурожайный А я, говорит, вынужден это давить Вы уже, говорит, пожалуйста Обращался Он, покажите это по телевизору Пускай люди увидят, что происходит И как-нибудь что-то сделают Но Как злой могу сказать, что люди ничего не сделают Следующий сюжет Предвыборная лихорадка постепенно овладевает городом На прошлой неделе завершилась подача кандидатами в депутаты документов для регистрации А на это и пошли первые потери И вот некоторые из них Председателю регионального отделения партии Родина Александру Савельеву отказано в регистрации У него найдены нарушения в подписных листах Так же, как и представителя партии Прогресса Дмитрия Родина Руководитель белорусского подворья Владимир Белов Своё право участвовать в выборах Собирается отстаивать в суде Его сняли с формулировкой В документах не указан субъект федерации Сошёл с дистанции и ещё один человек По фамилии Берг А знаешь, за что его сняли? Я сейчас расскажу Его сняли за то, что он якобы До этого состоял в Единой России По крайней мере, Единая Россия сообщила в избирком Что, говорит, так он же у нас состоял Я просто представляю, как это было Смотрят они список Смотрят, Берг выдвинулся Ты говоришь, так он же вроде у нас в партии Берг же у нас Они говорят, да, у нас Позвонили в избирком Берг у нас Его сняли в итоге Мне кажется, так и было Ну, что в этом плохого? Ну, снимают кандидатов Я не думаю, что снимают их просто так Хотя порой, наверное, всё-таки где-то присутствует элемент крючкотворства Вот Но я всё-таки надеюсь, что останутся достойные Которые удосужились правильно заполнить документы А интересно, вот от Единой России хоть одного кандидата сняли? Ты знаешь, нет, не сняли Но Единая Россия почистила свой список заранее Очень серьёзно Там конкуренция просто больше Там нет паровозов, по-моему Там конкуренция прям сильно больше была Поэтому я думаю, там в этом смысле Ребята поработали заранее просто Поехали дальше За цензуру в интернете Около половины россиян высказались за то, что глобальную паутину нужно контролировать Такие данные опубликовал на неделе Центр изучения общественного мнения Большинство пользователей высказались за ограничение доступа к сайтам Где может размещаться порнография, призывы к экстремизму и критика существующего политического строя У нас могут такое сбросить, что молодой ум сплющится, сквадратится Во-первых, доступ для маленьких Они желают, где попало Я считаю, что нет Потому что люди там пишут, что хотят, что говорят Это уже их личное мнение Ну, наверное, какие-то должны быть ограничения обязательно А то и похабщины, такие вещи допускать наверх нельзя Ну, а в крайнем случае, например, при общественных волнениях и митингах Те же опрошенные не против того, чтобы интернет и вовсе отключить Так вот решительно и просто Дорогие наши сограждане Несмотря на то, что я никогда не доверял мужчинам с усами Даже не так Несмотря на то, что А как раз вот поэтому А с бородой? С бородой еще ладно Вот там было два персонажа Но дело не в этом Дело в том, что Ты представляешь, вот надо все-таки Я как хороший же, да, у меня роль такая Конечно, надо вводить цензуру Потому что, вот как сказал молодой довольно-таки человек Ну, понапишут Представляешь, что хотят, понимаешь Что думают там То и пишут Это же кошмар Это же какое безобразие Это же угроза Вообще во всем вот этом списке Порнографии, чего там еще Экстремизма Экстремизма И угрозы Критики власти То есть, ну мне кажется Власть молодец Она прям себя вот в один ряд поставила С порнографией И экстремизмом Ну это прелестно, мне кажется Это супер, да Я, кстати, вот на эту тему общался на неделе С нашим коллегой Дмитрием Константиновичем Урбановичем Вот, на что он сказал Какая-то это рабская позиция Ну, как бы Есть законы против Порнографии Есть законы, которые Регулируют как-то экстремизм Ну, регулируют, а против Вот И все, больше не надо ничего запрещать Никакой цензуры Хватит уже К чему? Вы знаете, я вот Когда смотрю эти репортажи Я все-таки злой, да И я вот что думаю Если бы Пушкин Жил в наше время Его бы давно запретили Его бы застрелили Его бы Выдавили из страны Или раздавили как сырых Я не знаю, что бы с ним сделали Потому что он по этому поводу Давно уже сказал мудрую вещь К чему стадам дары свободы Их должно резать или стричь И, в общем, злее, чем Александр Сергеевич Я сказать не смогу Ну что, друзья Пришло время, наверное, нам пригласить гостя Дело в том, что в конце августа В Петербурге состоится концерт Популярной рок-группы Металлика И вот у нас в гостях Евгений Старостин Большой поклонник Металлики Который приготовил, кстати Исполнителям большой сюрприз Приехали родные наши гости Здравствуй, Жень Здравствуйте Присаживайся Ну, я сразу поясню нашим телезрителям Дело в том, что сегодня гость у нас Совершенно необычный Потому что мы сегодня постараемся Меньше касаться политики И каких-то событий Которые находятся внутри Оренбурга Дело в том, что Евгений приготовил Один очень интересный подарок Одному очень интересному человеку Жень Ну, о ком речь И о чем речь? Расскажи, пожалуйста Вкратце Речь идет, значит О группе Металлика И конкретно, если говорить Кому этот подарок Это фронтмен Солист Металлики Джеймс Хэтфилд Которому вот буквально Три дня назад Исполнилось 52 года А вы с ним знакомы? Так получилось, наверное Вот как-то вот Несколько лет назад Удалось познакомиться И не могу сказать, что это какая-то дружба Но тем не менее Отношения присутствуют И, конечно Общаясь Вот мы с сыном Были в декабре прошлого года За границей Непосредственно у них в студии По приглашению Опять же Хэтфилда Мне очень приятно И лестно слышать Когда он своим Каким-то знакомым Товарищем Представляет Нас Это мои друзья Из России И как бы Обозначено было Что мне это тоже Было очень приятно Слышать Что вы первые русские Которые побывали В нашей студии А это Как понимаете Святая святых А как вы так сумели подружиться Как вы познакомились вообще Это, наверное, очень долгая И длинная история Не буду я как бы утомлять Я вкратце скажу Что творчество Вот этой металликой Я познакомился, наверное, где-то В начале 80-х годов Когда родители подарили Магнитофон первокассетный Это где-то 83-82 год Было непонятно То есть слушал эту музыку Достаточно агрессивный Потому что как раз в то время Там, я не знаю Были какие ласковые мали Там что И тут вдруг металлика Естественно, казалось Что это какие-то Брутальные взрослые Такие мужики А им всего-то Два или три года было тогда Не два и три года То есть им было тогда 83-й год Им было по 20 лет Нет, я имею в виду Группе самой Да, конечно Они образовались В 81-м году И в этом году Получается сейчас Не годовщина Но 34 года Ихнего как бы Творчества Творчества, да Все верно Вот И получилось таким образом Что на протяжении Наверное Вот с 80-х годов Всей как бы Сознательной жизни Все-таки музыка Она добавлялась Какие-то новые альбомы Выходили Слушал, смотрел У нас 80-е годы Это как бы не секрет Был информационный голод И никто не видел Что это такое металлика То есть кроме того Что на кассетах Эта музыка передавалась Очень много Очень много Очень много Вот об этом И писалось И говорилось И тексты В отличие от многих Других команд Более может быть тяжелых Более каких-то агрессивных У них Совершенно нормальные Вменяемые Я больше скажу То есть Опять же И баллады Очень красивые И баллады А так они первые Стали металлика Кто начали То есть эксперименты Причем у них Все эти эксперименты Я смотрю Они достаточно удачные То есть Сначала их там Хаяли Что они там Первые видеоклипы сделали Как металюги Сделали видеоклипы То есть Это непорядочно Как металюги В 90-х годах Подстригли волосы Свои То есть Они стали Практически Как какой-то Попсовой группы Вот И вот потихонечку Первая баллада А как вы познакомились Сейчас я плавно подойду Вот И 2000-е года То есть Опять же Информация Где-то в интернете Или там По телевизору Значит Буквально Начало 2000-х годов Что группа Значит Распрощалась Со своим Басистом Последним Который у них был Вот именно Большой период С 1987-го Года До 2000-х годов Это Джейсон Ньюстод Вот Он Бывший гитарист Бас-гитарист Ози Осборна Вот И получилось так Что у них Как-то не сложились Отношения с группой И он уходит И обозначают По телевидению Там Они знают СМИ Что группа распадается То есть На грани распада Для меня Это было просто Не то чтобы трагедия Но я очень это переживал Что мне очень хотелось Побывать живьем На концерте И уже не говоря о том Что где-то познакомиться Все Я понимаю Прекрасно Если группа распадается Моя мечта Детство Она просто автоматически Просто растворяется Как мираж И представляете Какое-то Действительно Чудо Я не знаю То есть Случается Что вдруг Какое-то время Я не знаю Год Я просто не могу Прям четко По датам сказать Они действительно Пересмотрели Наверное Свои Вот эти все взгляды На то Что распадаться Нам не нужно И приглашают Нового басиста Причем у них Был конкурс И победителем Стал опять Бывший басист Ози Осборна Роберт Рухейла То есть Он там Я так понимаю На конкурсной основе Выигрывает Становится победителем И группа Начинает Как с новой волной Как с новым Вливанием крови Функционировать И выступать Гастролировать Гастролировать Да Все Я думаю Это мой шанс То есть Я этот шанс Не упущу Они к нам приехали Сейчас скажу Это вот как раз Получается Где-то третий год 2003 Я начинаю Активно Смотреть Турную сетку То есть Где они выступают И пытаюсь взять билеты Но По стечению обстоятельств Какому-то непонятному Я не могу этого сделать Потому что Билеты раскуплены На год вперед Это При том Что это никакая Не попсовая группа Это специфическая музыка Металл Тяжелый Там трэш И получается Что Мне еще больше Интерес Возраст 2004 год То есть Получается Еще год прошел С момента моей мечты Попасть на эту группу На концерт И тут я смотрю Опять же Новый тур На 2004 год И смотрю Значит В одном из городов Это Прага Концерт 1 июля 1 июля У меня день рождения Я подумал Что это знак Значит Потому что Сами понимаете Чтобы попасть Именно на Вот просто так Понятно Что я это все Свожу Как-то они знают Вот И билеты Естественно Есть То есть Я беру сразу Несколько билетов Но здесь есть Еще один момент То есть Когда я уезжал У меня получается Молодая жена И как бы мы только Вот у нас Семейные отношения И у нас Должен родиться Ребенок Причем жена На 9 месяце беременности И у меня Стоит выбор Или сидеть с женой В ожидании Как бы вот Нашего первенца Да Или же ехать на металлику Спасибо Ольге Большое Супруге Она меня поняла Говорит Жень Давай Я постараюсь К твоему приезду Чтоб ты вернулся То есть Раньше времени не будем Как говорится Ничего делать И действительно Я был на концерте Я попал в 2004 году 1 июля На свой день рождения Это было Запомнилось Это первый мой концерт Металлики Большая значит Арена То есть Это какой-то стадион Был Очень много народу Было Ну порядка Чтобы не соврать Наверное там 60-70 тысяч Полностью было Все заполнено Я где-то был В первых рядах Для меня Это просто были Какие-то Ну Необъяснимые эмоции Чувства Естественно Я по телефону Включая баллады Вживую Там звоню Домой Послушай Я на концерте То есть Это Ну это Я говорю Это только человек Может испытать Вот эти все эмоции Словами не передать Это энергетика Ненормальная То есть Все И вот с того момента Буквально с 2004 года Вот эта эпопея пошла Я практически каждый год Просто уже Даже какая-то традиция появилась Начал ездить Куда-то за границу Попадать на концерты То есть Опять же Там с женой Сколько раз был уже На сегодняшний день У меня получилось Наверное 23 концерта Где-то Причем это Чуть больше Чем за 10 лет 11 лет Вот И получилось таким образом Что концерт Первый После долгого перерыва Значит первый концерт Металлики Который состоялся В 91 году Это было уникальное шоу Оно Евгений Смотрите У нас просто Времени Не хватит Чтобы Слезить этот рассказ Давайте момент знакомства Значит момент знакомства Седьмой год Это значит Первый переезд Металлики После 91 года Когда они были Первый раз В России И так получилось Что организаторы Этого мероприятия Очень как бы Грандиозного Но оказались Мои знакомые люди То есть Они меня пригласили То есть Я был в качестве Какого-то гостя Не просто Как случайный человек И у меня Предоставилась возможность Перед выступлением Перед концертом Познакомиться То есть Это было буквально Мимолетное Там может быть 10-15 минутное знакомство Но оно Реально Наверное Как-то Просто Внутренне Переломило Вообще Вот просто Все вот состояние Что я из простого Какого-то Любителя этой группы Музыки Превратился Реально в фанат Потому что Одно дело Когда ты слушаешь Там видишь А другое дело Когда люди С которыми ты общаешься Главное Момент вот такой Что у меня не произошло Разочарование Очень часто бывает Когда звезды Вживую разочаровывают Своей какой-то Я не знаю Там звездностью Опять же Там какой-то Избалованностью Совершенно нормальные люди Совершенно Доступные Общительные У меня Получилось таким образом Что я купил Именную гитару К этой поездке Солиста Металлики Вот Хэтфилда Джеймса И мне удалось Ее подписать У всех участников группы То есть это у меня Теперь просто Как сувенир Дома висит на стене Со всеми Это Это следующая гитара Да А это что за гитара Которую Это гитара У меня получилось Что я купил То есть теперь я Вот уже Практически стал Коллекционером Эти гитар В том году Значит В 14-м году То что вот Мы были по приглашению В студию с сыном Я в Сан-Франциско Купил эту гитару Это именная гитара Она идет Ограниченной серии С такой же гитарой Прям точь-точь Выступает Джеймс Хэтфилд Вот его автограф Практически С завода идет И в студию Он мне подписал Уже непосредственно Как бы вот С живьем То есть это Ну опять же Это больше как сувенир Потому что сам Я не умею играть Это какие-то То есть вот Эксперименты Пробуешь что-то Но это игрой Не назовешь Ну по крайней мере Глаз радует И на стене Это очень красиво Глаз держать-то вы даете Я смотрю А вот такой Мне можно Да такой вопрос У меня Так чтобы мы связали Как раз сейчас Нашу программу То есть сейчас В одной точке Название нашей программы Металлика и Евгений Объединятся Давайте Давайте поближе Теперь к основной Нашей теме Это подарок Который вы Приготовили в этот раз Что за подарок Подарок Значит В связи с тем Что Группа Значит Вот я говорю Повторюсь 34 года Она уже занимается Своим творчеством Выступает И есть вот у них Какая-то традиция Я не могу это объяснить Что это для них значит Но любой концерт В любой стране мира Независимо Это Япония Африка Или где-то там Россия Начинается С музыки С фильма Хороший Плохой Злой Это как бы Всем достаточно Известные фильмы И программы Я так понимаю Ваши Во многом То есть режиссер Сержио Леоне Там в главной роли Снимался Клинист И я понял Что наверное Это был бы Действительно Достаточно оригинальный И нестандартный Подарок Потому что Это не напрямую Связано с металликой Что не будет Как бы названий Там металлика Там какие-то Я не знаю Там банальные вещи У Хэтфилда Есть увлечение Он увлеченный Автомобилист Он увлеченный Мотоциклист У него есть мотоциклы Я знаю То есть он сам ездит На мотоциклах Кстати И я тоже Как бы у нас Вот в этом Тоже немножко Совпадают Интересы И я просто Как бы пошел По достаточно Простому пути Я купил шлем Обыкновенный Стандартный шлем И взяли Значит По По этому По мотивам Этого фильма Хороший Плохой Злой Сделали аэрографию Причем я искал Художника Кто мог бы Это изобразить Очень качественно И красиво И вот Нашел Такого художника В Оренбурге Рустам его зовут Парень молодой Ну Работы Его меня просто Покорили Когда я увидел Он занимался Значит Этим шлемом Разрисовкой Вот этой аэрографии Больше месяца То есть Буквально Позавчера Этот шлем Был готов Его покрыли лаком То есть Он сейчас В готовом состоянии Показывайте его Доставайте Сам шлем Да Барабанная дробь Таааак Красавец Конечно Правда Уж Насколько я В общем Равнодушен Как раз К мотоспорту Но это Очень красиво И для тех Кто не очень Дружат с английским языком Это название фильма Хороший Плохой Злой Три главных Значит Актера Плохой Хороший И злой Да Отлично И сюжет был Взят Саш Клинт Истуцин Да Я сегодня Да Ты сегодня хорош Живать не буду Чужую вещь Да Ну а вы Подарите ему Он еще не в курсе Он уже в курсе Он уже в курсе Я немножко приоткрою Да Завешу Понятно Вот Я буквально Вчера Когда у меня было Значит это видео Готово И все это было готово Направили в Америку Вот этот маленький ролик Полтора минутный Отправили фотографии И я общаюсь С ассистентом Джеймса Хэтфилда То есть он Все это ему передал И предварительно Как бы обозначено 25 число Это день концерта В Санкт-Петербурге Вот этого месяца То есть перед концертом Я смогу ему Этот шлем вручить Подарить С ума сойти Видео будет потом? Я надеюсь что будет Фотографии точно будут Но вот то что касается Вот По крайней мере Вот договоренности Что он уже как бы в курсе И знает Это как бы для меня Самое главное Потому что бы не было Вот этих пустых поездок Потому что Сами понимаете Встреча со звездами Такого уровня Это очень сложно То есть это Да С пустыми руками Не ездят Я не знаю как вы При том что я честно говоря Не фанат металлики И в общем В принципе Не фанат А да Но я хочу сказать Что прям от вашего рассказа Зарядился энергией Вот сейчас пойду И послушаю обязательно Спасибо за беседу Жень Удачи 25 августа Я так понимаю Все верно 25 августа В Питере Будем ждать Отчетное видео Счастливо До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok